Крымских победителей призеров всемирных игр среди ампутантов и колясочников честовали в правительстве республики. Напомним, на завершившихся в Сочи соревнованиях наши спортсмены завоевали ни много ни мало 10 медалей. Тем самым они внесли серьезную лепту в первое общекомандное место российской сборной. Им куда привычнее бить мировые рекорды, каждый в своем виде спорта, но в этот раз повод вполне себе праздничный, так что без официальных церемоний не обойтись. Крымские паралимпийцы произвели фурор на всемирных играх в Сочи, завоевав дюжину медалей. Им прямо сказали, что Крым так дебютирует, не ожидал никто. Опытному спортсмену сложности-то нет. Просто хотелось, чтобы ребята в Крым побольше медалей привезли, чтобы доказать, что мы есть и будем бороться дальше. Есть чем гордиться и молодежи. К примеру, Нияс Измайлов из Джанкоя выиграл сразу две медали в армспорте – бронзу на левой и золото на правой руках. Говорит, пришлось добиваться результата через «не могу». Ведь с такими конкурентами и врагов не надо. Одни чемпионы мира последних лет. У меня в категории было два чемпиона мира позапозапрошлого года и двукратный чемпион мира этого года нынешнего. У меня, ну, как бы, я на России его выиграл. Ну, это была Россия, как бы, а года соревнований более высокого масштаба, очень тяжело психологически подготовиться к этим соревнованиям. И, как бы, ну, я очень переживал, но я понял, что если я сейчас не сделаю, наверное, рыбок изо всех сил, то золото бы я не привез. А вот миниатюрная «Ани Полян» одна завоевала больше наград, чем многие сборные – семь медалей на разных дистанциях. Она спортсменка амбициозная, поэтому даже такой шокирующий результат не считает своим пиком. Если бы было где тренироваться, проплыла бы еще быстрее. А так, парадокс – лучшая в мире пловчиха-паралимпийка вынуждена тренироваться без бассейна. Несмотря на определенные трудности, опять же, я хотела бы сказать про бассейн, которого у нас не было, и все-таки благодаря тому, что мы были в сборной команде России, провелся сбор. Две недели буквально я плавала, и вот, ну, и соревнования, и вот результат. Я, кстати, тоже удивлена, я так переживала, что мне не хватит этого времени на подготовку, но, слава богу, все получилось. Важно, что встреча с вице-премьером Крыма Русланом Бальбеком не носила исключительно праздничный характер. Спортсмены поделились своими впечатлениями от всемирных игр, но в то же время и озвучили ряд проблем, которые не позволяют им, наконец-то, перейти от регулярных подвигов в режим спокойной и результативной работы. Это прежде всего инфраструктура, медицинское обслуживание и организация выездов на турниры. Правительство пообещали разобраться. Конечно, восхищает их потенциал, их воля к победе, вот те результаты, которые они сегодня подарили Крыму, подарили всем крымчанам, еще ближе нас сплотили. Вот, поэтому все эти вопросы, это, ну, как бы наша прямая обязанность в кратчайшие сроки разрешить. То есть, это вопросы и по здоровью, вопросы и касающиеся создания необходимых условий, вплоть до строительства бассейна. То есть, эти вопросы все будут находиться на контроле и однозначно будут реализованы в кратчайшие сроки. По итогам состязаний сборная России завоевала 322 медали и с громадным отрывом заняла первое место в общекомандном зачете. Вторыми стали спортсмены из Китая, 58 медалей. Третьими – представители Польши, 31 медаль. Малерия Назирян, Андрей Трещук, Время новостей.